Друзья, всем огромный привет! Мы продолжаем с вами снимать пиццу. Значит, сейчас я вам покажу два варианта пиццы. Даже не два, а один вариант пиццы. Нет, все-таки два. Давайте два. Значит, два варианта. Это 4 формаги, 4 сыра, без красного соуса. Это пицца Бьянка, белая. И второй вариант пиццы это сальсича и моцарелла. Конечно же, туда можно добавить еще брокколи, но, к сожалению, брокколи у меня нет. Давайте сначала я вам покажу, как делается 4 формаги, 4 формаги, а потом сделаем сальсичу. Значит, смотрите, что нам понадобится. Соль, базилик, тимян свежий, конечно же, тесто, которое мы уже приготовили заранее. И три вида разного сыра, хотя можно было четыре, но я четыре не нашел. Это вот такой вот сырочек, вот с плесенью, моцарелла и адыгейский мягкий сыр. И также я забыл вам сказать, что нам понадобится еще оливковое масло. Сейчас я быстро нарежу все ингредиенты, раскатаем с вами круг и сделаем пиццу. Так, ребята, я все уже подготовил. Видите, натер сыр. Вот три разных вида сыра. Значит, тесто. Быстренько занимаемся тестом. Потому что нельзя, чтобы тесто долго стояло. Оно уже, видите, сверху желтеньким берется. Это ни в коем случае нельзя делать. Нам надо, чтобы оно у нас было свежей и хорошенькой. Теперь делаем круг. Вот такими вот движениями наших пальчиков. Вот, напоминаю, что четыре сыра или квадро формати, как говорят, у нас три в нашем случае сыра, делают с белой пиццей. Называется пиццабьянка. То есть сюда никаких красных соусов не добавляют. Но зато здесь идет оливковое масло, кивиан, вкусный сыр, конечно же. И здесь уже идет немножко соли, потому что красного соуса у нас нет. А так, то соль добавляется в красный соус. Вот, формируем пиццу. То, что я вам говорил, сантиметров 30-35 больше нам не надо. Все, мы делаем это дело вручную. Пиццу сформировали. Теперь, сейчас я возьму противень. Смотрите, я уже делаю все это на готовой противне, потому что... Сейчас вам покажу, потому что не хочется потом по сто раз переносить. Переносить, извините, что немножко в таком быстром темпе, потому что я уже делаю четвертую пиццу. Вот, а пиццы у меня еще впереди много, еще одна. Поэтому пока духовка раскалена, хочется быстро все сделать. Значит, смотрите, вот круглая пицца. Ниже вам камеру, чтобы вы видели. Так, с чего начинаем? Начинаем с оливкового масла. Значит, сюда оливковое масло. Вот так вот. Затем берем свежий темян. Вот. И сюда свежего темянчика. Много не надо, чтобы не переборщить с темяном. Вот. Буквально немножко. Так. Затем берем сольку и немножко соли сюда. Значит, это у нас адыгейский сыр. Значит, сюда адыгейского сыра. Напоминаю пицца-бьянка. Куатро форманджи, но у нас три, а на четыре. Ну, я этим не парюсь, как бы не заморачиваюсь. Какая разница, сыр есть сыр. Всегда можно что-то придумать и любой сыр. Так. Видите, адыгейский. Затем моцареллу сюда. Вот. И в последнюю очередь будет у нас сыр с плесенью. Даю много сыра. Хочется, чтобы пицца была вкусная, сытная. Всем понравилось. Значит, половинку сыра с плесенью. И вот сыр с плесенью обязательно должен быть вот такими вот, видите, кусочками. То есть, его на терке не надо натирать. И он вот так вот сверху, когда растает в духовке, он будет очень вкусный и сытный. Если вы не любите сыр с плесенью, экспериментируйте, добавляйте какие-то другие сыры. Все в ваших руках. Так. И сверху еще оливкового масла. Много не давайте оливкового масла. Чуть-чуть. Вот. И можете сюда или добавить немножко базилика, или еще сверху дать тимяна. Я добавлю сюда, сверху. Вот, видите. Прямо так вот руками разрываем базилик и сюда вот добавляем. Пересень никакой сюда, как видите, не добавляем. Так. И сейчас всю эту красоту отправляю в духовку. Смотрите, какая классная, да. Пицца Бьянко. Я очень люблю пиццу Бьянко. Особенно 4 сыра. Ну, вы что, это одно удовольствие кушать такую пиццу. Опять же, на любителя. Можно сделать еще вегетарианскую, там, то есть, где можно только овощи. Вот, смотрите. Хоп. И она у нас поехала. 15-20 минут и готова. Так, ребята. Пока 4 сыра выпекаются, я сделал еще одну. Видите, вот 4 сыра. Значит, тут у меня уже, конечно же, бардак. Работа кипит. Значит, смотрите. Еще покажу вам одну пиццу. Пицца называется сальсичи. Сальсича, моцарелла и помодорки. Значит, сальсичи это такие вот колбаски, которые используют для гриля. Мы вот эти колбаски, для пиццы нам понадобится 2. Будем использовать сырые. То есть, ни в коем случае не жареные. Нам надо будет даже, сколько? Да, давайте 3. Папа любит побольше. Чего мелочиться? Нам надо будет с вот этой пленки вытащить мясо, которое есть внутри. Так, смотрите. Вот сальсичи, о которых я вам говорил. Пленку снял. Помидорки нарезал мелко. Оливковое масло. Моцарелла еще у меня осталось. И базилик, конечно же, и соль. И сейчас минутку внимания. Уже готова пицца 4 формаджи. Сейчас вам покажу. Так, смотрите. Вот она красавица. Скажи, красавица, что ж ты мне не так нравишься? Боже, ребята, это такая красотень. Гляньте. Тут у меня уже в пленке, видите, замотанные пицца для мамы с папой. Я сам Мэл. Я сегодня пиццы напечу на всю семью. Вот смотрите, какая красота. Это 4 сыра. Итак, продолжаем делать. 4 сыра у нас уже готово. И сейчас вам покажу, как мы будем готовить сальсичи, помидорки, моцарелла, еще одна пицца. Значит, что? Как и в прошлый раз, я сейчас, видите, все делаю на скорую руку, потому что духовка уже быстро, сильно разогрета. Поэтому надо сейчас стараться по Шурику все делать. Значит, опять бордики. Раскатываем круг красивый для пиццы в темпе вальца побыстрее. Да, чтоб у нас... Потому что чем быстрее все делаем, тем быстрее выпекается пицца, чтобы вы понимали. То есть быстро раз-раз. Вот маленькая дырочка склеиваем. То есть ни в коем случае не даем, чтоб она стояла. Так, смотрите, теперь раз. Пергаментную бумагу, так будет мне проще. Выкладываем на пергаментную бумагу. Это уже пергаментная бумага, если вы заметили, на ней уже выпекалось пару пицц. Поэтому я пергаментную бумагу новую не застеляю. Выпекаю на одно и то же время. И я, скажем так, экономлю бумагу. Так, пицца. Что мы делаем? То же самое. Оливковое масло. Вот так вот. Немножко базилика. Теперь берем вот эти наши сальсичи. И вот руками, видите, так вот на вот такие вот мелкие кусочки. Что у нас тоже у нас должна хорошенько прожариться, правильно? Поэтому на мелкие кусочки. Все это дело делаем по целой пицце. Кстати, кому интересно, некоторые зрители, там я вижу, писали под первым влогом, что они не могут найти какие-то ингредиенты. Ребята, все можно найти, чтобы вы понимали, я все покупал в АТБ. Все. Вплоть до вот этих колбасок. Вот. Тоже продаются в АТБ сальсичи. Глобину называется. Мука продается такая же в АТБ. И дрожжи. Все я покупал в АТБ. Поэтому, я думаю, АТБ у многих есть. Если кого-то, кто-то с России смотрит, там тоже можно найти какой-то другой магазин. Не обязательно АТБ. Так, смотрите. Все сальсичи. Что скажете, так много сальсичи, потому что папа любит много. А я это знаю, что он любит много. Поэтому это, так сказать, пицца только для папы. Потому что он один любит пиццу сальсичи. Так, смотрите. Дальше порезанные помидорки сюда. Вот так вот. Маленькие можете использовать помидорки черри. Нету помидорок черри, господи. Используйте помидоры с огорода любые. На мелкие части нарезали. И до свидания. Так. Теперь немножко сыра. Моцареллы. Так вот. По бокам сюда. Вот так. И оставшуюся тоже часть сыра высыпаем. Потому что все, я уже, считайте, использовал весь сыр. Больше у меня сыра нет. Ну и равномерно вот так вот распределяем, чтобы не было суховое. Вот. Сверху оливковое масло. Опять же, чуть-чуть немножко. Вот. И последний, как говорится, штрих. Базилик. Или тимян, если у вас есть. Я базилик использую. Вот и все, в принципе. Вот она, красавица, готовая. У меня сальсичи остались. Но это не проблема. Потом папа докушает. Вот такая вот красота. Ждем. Сейчас освободится духовка. Там дожаривается четыре формаджи. И будем выпекать. Так. Смотрим, что у нас тут получилось. Это уже, слава богу, последнее. Я уже подустал, если честно. Вот, смотрите. Какая красотень. Сальсичи, видите, пропеклись. Когда вытаскиваешь ее из духовки, это вообще, это божество. Смотрите. Не сфокусировалась нормально. Ну, разве это не красотень? Гляньте, как классно. Так, что я могу сказать, ребята. Я желаю вам всем приятного аппетита. Я, конечно, уже пробовать не буду. Я уже одну попробовал. Думаю, вам было достаточно. Тесто одинаковое. Она вся вкусная. У меня получилось пять вот таких вот шикарнейших пицц. Две пиццы из квадро формаджи. Там четыре сыра. Одна сальсича, помидорки и моцарелла. И две вот такие вот красавицы. Тут, чтобы вам открыть, она уже холодновастенькая. Салями, моцарелла. Все, все вот эти пиццы будут ждать родители. Сейчас родители придут. Они сегодня поехали кататься на катере. Так что пробуйте, готовьте. Пишите свои комментарии, как у вас получилось. Ну и желаю вам всем приятного аппетита.